Северокорейские военные изучают планы ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам. Об этом говорится в официальном заявлении представителя армии КНДР. Он отметил, что план будет реализован в любой момент после того, как решение утвердит глава государства Ким Чен Ын. Напомним, накануне американская разведка сообщила о том, что Пхиньян разработал миниатюрные ядерные заряды для установки на свои баллистические ракеты. Таких зарядов у КНДР может быть около 60. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо быть жестким и решительным в решении проблемы ядерной программы КНДР. Власти Российской Федерации не остановятся на агрессии против Украины и будут применять элементы гибридной войны в отношении стран Запада. Об этом заявляют аналитики частной разведывательно-аналитической компании Stratfor. По их мнению, Кремль будет пытаться таким образом ослабить своих противников, создавая нестабильность внутри правительств западных стран. Эти действия будут направлены на раскол между государствами Европы, ослабление трансатлантической солидарности и торможение интеграционных процессов. Эксперты отмечают, что Москва не может в полном объеме использовать силы, которые были у СССР, для контроля над территориями, которые были до распада страны. Поэтому применяются методы, которые увеличивают преимущество Кремля и сводят к минимуму нехватку ресурсов для расширения своего влияния. В полном объеме эта стратегия и была продемонстрирована в действиях против Украины. Из-за скандала с токсичными куриными яйцами в Европе могут пострадать и те фермы, продукция которых качественная. Бельгийский фермер Паул Генс один из тех, кто не применял токсичное вещество фипронил для лечения кур от блох и клещей. Однако его птицефабрику в числе 57 других закрывали на 10 дней для проверки яиц. Теперь фермер может возобновить поставки магазины. Ему даже удалось реализовать всю продукцию, скопившуюся за время проверки. Ежедневно хозяйство производит 90 тысяч яиц. «Я не понес большого ущерба, поскольку не использовал то вещество. А вот те, кто применял его, пострадали намного сильнее. Им пришлось уничтожать яйца, либо усыплять кур». Однако фермер всё равно ожидает падения продаж. Так происходит каждый раз после подобных скандалов в пищевой отрасли. «Мы пережили то же самое во время скандала с диоксином. Доверие потребителей было сильно подорвано. Поэтому мы ожидаем, что продажи сократятся». Токсичная продукция поступала в страны Евросоюза из Бельгии и Нидерландов. С полых магазинов убрали миллионы яиц, которые могли содержать фипронил. В Нидерландах и Бельгии могут уничтожить миллионы кур. Пищевой скандал коснулся Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Франции. Министр сельского хозяйства Германии назвал отравление яиц фипронилом преступлением. Токсичное вещество могло попасть в яйца из-за применения биологического инсектицида, в который был подмешан химикат фипронил. Это средство, применяемое против насекомых, закупали бельгийские и нидерландские птицефермы. При этом Бельгия официально уведомила Евросоюз о токсичных яйцах в конце июля. Однако есть подозрение, что власти знали о проблеме раньше. «Проводится расследование, чтобы точно установить, когда бельгийские власти узнали о проблеме. Пока у нас нет подтверждения тому, что правила были нарушены». Индонезийская полиция, солдаты и охотники вынуждены защищать сельских жителей острова Ява от обезьян. Они забегают в дома, крадут пищу и нападают на людей. При этом полностью справиться с нашествием не получается. Так за первую неделю августа в селе Синдан от нападения макак пострадали 13 жителей, а поймать удалось только трёх животных. Убивать их запретило Агентство защиты природы Симаранга. Пойманных обезьян перевозят в заповедник. «Обезьяны по-прежнему наносят физический и экономический ущерб жителям села. Люди не могут пойти в лес или на свой участок, потому что очень боятся нападения. Мы не знаем, как решить эту проблему». Среди пострадавших – 90-летняя бабушка. У неё ранение спины и сломана нога. «Моя бабушка проснулась в 6 утра, пошла на кухню и открыла заднюю дверь дома. И тут же на неё накинулись обезьяны». От нападения животных страдают и дети. А макаки тем временем становятся всё смелее и агрессивнее. Природозащитники говорят – конфликт между людьми и обезьянами возник из-за вырубки лесов. Животным попросту не хватает пищи, и они идут за них сельским жителям.